всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня мы тестируем новинки 4 каталога фаберлик и так поехали будет макияж потому что у нас с вами выходит новая линеечка надеюсь что классный ицкологен в обзоре заказа показала что заказала потестируемся с вами лифтинг полоски для моментальной коррекции буду делать их в первый раз посмотрим вообще надо это или не надо сейчас нанесу детский бальзамчик пока на губке лицо у меня уже подготовлено очищено увлажнено у нас с вами есть плампер есть помадка я думаю помадку будет интересней так с чего начнем давайте с консилером вот такой вот консилер в линеечке с коллаген линейка вся с коллагеном то есть декоративная продукция с уходовыми свойствами мне в оттенке 68 10 по моему самый светлый так спонжик найду свой но вообще я это все дело делаю пальчиками девчонки потому что спонжик нам нужен чтобы немножко скорректировать так зеркальце и приступаем куда мы наносим консилер какие точки на нашем лице наш нас старит носогубки и вот эти вот дела то есть это все нужно высветлять и тогда личико будет казаться моложе заполняем еще у кого плывет овал лица вот эти места вот тут видите идет опущение тоже эту зону надо высветлять так полосочки вверх и глазки я не очень люблю консилеры потому что пока не смогла найти для себя идеальный а все остальные я вижу на лице и поэтому мне это не нравится они наоборот подчеркивают морщинки от хочется консилер если здесь действительно коллаген если он действительно какой-то уходовый эффект имеет хочется чтобы наоборот все блюдилась затиралась разглаживаться пока такой не найду если такой знаете обязательно пишите так теперь пальчиком вот так вбиваем он очень плотный смотрите он прям плотный можно крылья нос еще затронуть он прям очень плотный даже пальцем особенно не тушится тяжелый такой прям тяжелый чувствуется хочется чтобы в поры не западал хочется чтобы на этот вот пока пальчиком западает сейчас попробую спонжиком дальше все это дело подправить пока вот не спонжиком хорошо внутренний уголочек глаз тоже немножко высветляем но тоже все равно вот морщишь глазки и морщинки образовываются без консилера они там не образовываются а с консилером образовываются я так не люблю если честно поэтому стараюсь его не испортить все еще до сих пор искать вот видите мы с вами вот это все дело сгладили и у нас уже практически не видно носогубку так и второй глазик аккуратненько носик в серединке так еще можно остатками так но спонжем более-менее пока в порох не вижу не западает нет что мы делаем дальше вот мы высветлили то что нам нужно дальше мы наносим тон в этой роли у нас будет выступать биби крем тоже из линеечки из коллаген в артикуле 667 91 я взяла нет у нас еще не будет мы с вами про полоски забыли я взяла оттенок который чуть желтеть я вам показывала уже свочь при распаковке заказа вот и мне он пока понравился так у нас здесь с вами zip замок сейчас будем эти полосочки открывать и доставать что это вообще и надо нам оно или нет при работе с ними понадобится пинцет очень тяжело встрет пошла за ножницами здесь у нас внутри вот такие вот две пластиночки одни тоненькие другие вот такие вот побольше на ощупь такие прикольные так берем пинцет давайте тоненькие пробовать не знаю вообще что из этого получится потому что делаю в первый раз надо миллион обучающих видео посмотреть пинцетом открепляем полосочку так и смотрим куда же нам ее приложить чтобы наше веко было менее нависшим мы должны ее приложить немного выше наши естественной природной складки то есть вот у нас складочка да а мы повыше немножко прикладываем вот так пинцетом тоже не очень удобно если честно прилепила вот выше своей складки так но на коже не видно так смотрите эффект вообще мне кажется неплохо удачно с первого раза но вот в этом месте где кончик мне немножко не нравится происходит залом века и она немножко морщинится да сейчас будем переклеивать позволит ли полоска нам наклеить себя несколько раз сейчас посмотрим или она уже у нас одноразовая так попытка номер два опять видите если вам ее видно она потому что становится практически невидимы выше естественной складки но сильно выше хотя глаз стал гораздо крупнее вот видите но сильно выше немножечко нужно опять отправить чем с этими полосками можно играться вечно я понять немножко пониже сейчас и сильно от естественной складки отступила чуть поменьше с этими полосками можно поиграться по прилеплять вот так взять одну по прилеплять и посмотреть где вам идет вот сейчас мне кажется самый удачный вариант и века нигде не заживала единственное не пойму для чего вот эти широкие чего не такие широкие не пойму давайте ее попробуем на другой глаз чего уж там они причем вот палат половиночки она просто вот такая вот широкая те узенькие а это широкая зависимости от строения века надо посмотреть поизучать этот вопрос как правильно клеится у корейцев в основном это все дело популярно оттуда пришло так очень широкая смотрите видите у меня втыкается глаз в нее прям вот очень широкая я могу что-то там накосячить и делаю первый раз кто уже делал много раз сейчас попробую прямо над складочкой научите и нас напишите в комментариях как это все дело должно делать вот второй раз когда клеишь уже кончики не отходят вот тут мне кажется достаточно удачно но ее все равно видно но удачно вот тут мне кажется практически так как надо и это все дело сделала и получается сверху на эти полоски у нас уже с вами наносится макияж и тонны макияж у меня кончики отходят я знаю что если я сейчас буду делать макияж у нет все в процессе дня отвалится видите вот кончики они не прилегают и конечно не с первого раза налепила, но даже с первого вот эта толстая, вот они кончики прилегают. Поэтому я это все дело снимаю, девчонки. Не знаю, буду ли делать еще, но суть я вам передала, а вы смотрите, надо вам такой не надо. Взять побаловаться можно, цена вопрос копейки. Так, теперь у нас с вами тон. BB-крем, который немножко желтит. Я буду наносить пальцами, а потом уже где надо поправлять спонжиком. Сейчас посмотрим. Он такого оттенка, приблизительно кто брал, кто знает, как кушон FCU. Он прям такой легенький, как мусс. Прям такой легенький. Пахнет вкусно. Радушка у него есть. Легенький. И он вот, да, прям как кушоный в Сеул. Он немножко вот желтит. Мне это идет, поэтому я люблю. Не прогадала. Если вот последнее тональное средство у нас с вами хоть и классное из линейки Цкле, да, но землистый оттенок какой-то имеет. Поэтому я, конечно, пользуюсь, но для себя поняла, что мне такие не идут. А так смотрите сами, выбирайте сами. Вам виднее. Да, его вполне себе можно наносить пальцами. Он это позволяет. Все здорово, все замечательно. Его не видно. Его не видно. Но в то же время он тон скорректировал и даже мелкие недостатки перекрыл. То есть вот у меня два пигментных пятнышка, а одно он полностью перекрыл. Поэтому вполне себе имеет место быть. Сейчас, где нам еще необходимо, добавим с помощью бьюти-блендера. И посмотрим в итоге. Кстати, бьюти-блендером он наносится вообще очень тоненько. Пальчиками даже поплотнее. Здесь покраснение всякие. Сейчас я перекрою еще чуть-чуть. Нравится. Знаете, нравится. В поры не запал. У меня расширенные, пожизненно расширенные в Т-зоне. И не запал. Нет, все отлично. Поры не запал. У меня аж веки от этих полосок покраснели. И бьюти-блендером хорошо наносится. Ой, свеженький вот этот вот тон. Обожаю. Который чуть желтит. Легкий загар. Легкий эффект загара. И не могу сказать, что прям сильно отличается от декольта. Все нормально. Хороший. Слушайте, хороший. Вот хороший. Прямо последнее время очень годные тональные средства. И на лето вот так вот легенький. Все отлично. Итак, нам с вами нужно немножко пудрой теперь. Я крайне редко ей пользуюсь. У меня не фаберлик нет. У меня корейская пудра, которая уже фокалер. Года два, наверное. Года два. Я немножко вот здесь припудрю. И консилер вроде вот на выходе тоже неплох. Пока неплохо. Ничего не могу плохого сказать. Би-би-крем, кстати, вот когда усаживается. Смотри, там минутка только прошла. Он не блестит. Нет, все отлично. Я просто хочу зафиксировать немножко. Потому что у нас на улице метель. Мне идти сейчас за ребенком в сад. Я боюсь что мне просто все потечет. Так. Неплохой. Неплохой би-би-крем имеет место быть. Мне очень нравится. Знаете, так с утра вот быстренько пальчиками нанес. Все отлично. Цвет мой. Прям легкий загар. Вообще огонь. Едем дальше. Дальше у нас с вами будут тени. Прям вот новинка, которую я очень ждала. Так. Сейчас мы выберем кисточку для растушевки себе. Так. Так. Выбрала. У меня в самом темном оттенке, я вам уже в обзоре заказа говорила, что, кстати, у себя на телеграм-канале Евдзене выложила свочи всей серии Ицкологен. Все помады, все тонаки, все кушоны, все тени. Свочи достоверные. Прям 100%. Ну, по крайней мере, вот моя помада и мои тени абсолютно достоверны. Поэтому вы можете посмотреть. Все, абсолютно все оттенки я там выложила. Так. Это классический коричневый, очень красивый цвет. Кстати, как выбрать правильный тон? Ну, конечно же, чтобы он вам подходил, это все понятно. Но вот, когда тон правильный, реально правильный, у вас глазки смотрятся белее. Так. Я буду делать сегодня смойки. Сейчас мы еще стрелку будем с вами делать. Поближе смотрю. Вижу небольшие следы от консилера. Ну, а так в целом все отлично. Погнали. Тени. Самый темный стал по-коричневый для красивого смоки. Если не тушевать, они прям темные-темные. Прям темные-темные. Поэтому, конечно же, мы с вами тушуем. Естественно. Ох, давно у меня таких темненьких не было. Люблю. Тушуем быстро, потому что они мгновенно схватываются. По сводчим, кстати, что хотела вам сказать. После обзора заказа, когда там все разобрала, пошла сводчи с руки стирать. И тени схватились. Тени реально схватились. Прям очень сильно схватились. И еле оттерла. Помада, естественно, сразу все сошли. А вот, кстати, стрелочка. Маркер, да, который мы с вами сейчас тоже будем делать. Она тоже схватилась. Но это прошло уже где-то полчаса. Очень долго дает усадку этот маркер для стрелочки. Очень долго дает усадку. То есть, если вот накрасились и вышли, вполне себе может размазаться и отпечататься. Не схватывается быстро. Вот тенюшки прям быстро, моментально практически. Очень красивый смойки получается. Мне безумно оттеночек нравится, девчонки. Прям вот классический. Любому цвету глаз, мне кажется, подойдет. Главное тушуем. Главное тушуем. Тушуем правильно, чтобы у нас с вами нависшего века не осталось. Я этот же оттеночек буду сейчас на нижнее веко. Так. Все быстренько тушуем. Можно и пальчиком вполне себе. Так. Все растушевали. Красивый цвет. Очень красивый. Так. И нижнее веко тоже быстро. Продукта кисть выдает очень много. Тут прям надо быстро, аккуратно и дышать. Нижнее веко. Так. Так. Пытушую. Очень круто получится стрелка с растушевкой. Вот этими тенями. Коричневая. Классная. Вот я ее уже, считай, себе сделала. Прямо вот очень круто. Стрелочка с растушевкой выйдет вообще великолепно. Смоки-смоки. Второй глазик. Кайф. Оттенок для смоки вообще идеальный. Теперь берем консилер. Тот же самый линейка. Это циклоген. Начинаем творить с вами волшебство. Так. Так. Здесь полосочку. И здесь полосочку. Господи, вот кто красит одной рукой, девчонки, вообще. Я вас не понимаю. Мне девочки недавно в комментариях написали, что ты красишься двумя руками. Ну, то есть правый глаз правой рукой, левый глаз левой рукой. Первый раз типа такой вижу. Как-то, возможно, честно, я и не знала, что некоторые красятся разными руками. В смысле, одной рукой все. Вот это было для меня открытием, причем достаточно недавно. Так. Вот мы с вами какое волшебство сотворили. Прямо практически профессиональные визажисты. Высветлили то, что нужно. В уголках отправили, если это надо. Это смоки все-таки. Здесь все нужно делать аккуратно. Иначе можно себя изуродовать. Я не люблю четкий вот этот угол. Поэтому я еще потом всегда подтираю пальчиками. Вот здесь вот растушевано. И тут немножечко. Все. Сейчас будем стрелку делать. Но я все-таки хочу немножко высветлить наш смоки по центру. Опять жидкими тенями, самыми светлыми фаберлик в оттенке. 57-83, великолепная вещь. Надо взять в запас, боюсь, пропадет. Посерединочке ставлю немножко. Вот так. Потом уже сверху будем делать стрелку. Это чисто вот для сияния нашего строгого смоки. Так. Я сейчас им же в уголок глаза. Угу. И под бровку. Туда, где мы консилер сами рисовали. Так. Красота. Теперь пробуем маркер. Или как он? Штамп. Штамп. Штамп вместе с маркером. Свотчить я вам уже свотчила. Один наконечник у нас как у маркера, а второй вот такая вот стрелочка. Нужно тоже приловчиться. Можно прям без макияжа почпокать. Дома посидеть, посмотреть перед зеркалом. Как вам больше идет. Потому что тоже, опять же, новейшая века. Мне тени прям под цвет волос. Один в один. Новейшая века. И надо смотреть, как вам идет стрелочка. Куда вам ее нужно повернуть. Я вообще стрелки не очень люблю. Я больше люблю межресничку. Века расслабляем, опускаем. Или нет? Наоборот. Мы с вами глазик открываем. И смотрим, как у нас будет стрелка. Шпок. Ну вот неплохо вроде. Ну я и сама стрелки. Вот смотрите, открытый глаз. И вот так будем сейчас нарисовывать. Главное еще их одинаково чпокнуть. Открываем глаз. Да, лучше при открытом, я думаю. Шпок. О, как большая такая стрелка получается. Ну вот. Смотрите. При открытом глазике чпокаем, да. Если мы чпокнем при закрытом, у нас потом с вами может новейшая века получиться. Теперь открываем второй наконечник. Тут артикула, по-моему, нету. Я вам не скажу. Ну, в новинках этого каталога уже действующего увидите. Так, теперь мы с вами все это дело дорисовываем. Чтоб проплешин не было. Аккуратненько. Я уже заехала за возможные границы. Сейчас подправим палочкой. Ведем нашу стрелку к веку. Я вообще где возможно только заляплюсь. Кстати, сегодня без контуринга. Такой прям красивый получился финиш. Биби-крема, что контуринг не хочу. И румянец есть, и все. Как следует прорисовываем межресничку. Она у меня хочет с татуажем, но его уже почти не видно. Делаем плавный переход. Стрелка такая достаточно объемная. Прям объемная-объемная. Сейчас возьму палочку, подправлю, накрашу второй глаз. В итоге заказа девочки просили показать в комментариях под видео, как выглядит еще один наконечник в консилере. Смотрите, мы с вами открываем крышечку. Маленькую еще. И у нас здесь вот такой вот спонжик. Паралоновый обычный спонжик. Вот так он выглядит. Видите? То есть это обычный поролоновый спонжик. Под крышечкой второй. Им можно тоже работать. То есть сначала нанести кистью, а потом еще вот этим спонжиком тушевать. То есть как кому удобно, пожалуйста. Кому пальчиком, кому вот таким вот спонжиком. Все. Стрелка такая у нас с вами получается. Прямо стрелище-стрелище. Но тем не менее, смотрите, как глазки открылись. То есть мы ее чпокнули достаточно высоко. И при открытых глазках, смотрите, сразу хоп. Слушайте, ну удобно. Вот закрытые. Стрелка в любом случае, она будет тонкая. С таким штампом толстую ее не... Тонку будет толстой. Тонку ее не сделаешь. Потому что пока мы чпокаем эту стрелку, вот на конце она вот здесь. Сейчас покажу. То есть острый кончик наружу, да, и вот этот вот тупой вовнутрь. Он очень широкий. То есть по идее можно было бы сделать штамп немножко поуже, вот мне кажется. Потому что стрелка получается прям такая агрессивная, толстая. Ну я знаю, многие любят. И при открытых глазках вообще, конечно, шикарно. Я пойду за ребенком в метель. У нас просто город засыпает, просто какой-то снегоапокалипсис. Я вам обязательно расскажу, как продержался макияж. Сейчас я буду наносить тушь Miss Curl, новинку мы с вами уже тестировали в макияже. И будем смотреть помадку. Готово. Макияж глаз у нас с вами готов. У меня к такой стрелке всегда просится красная помада. Вот не знаю, почему у меня ассоциация. Когда я себе делаю такую агрессивную стрелку, я делаю или совсем не делаю макияж век, то есть я не использую тени или какие-то совсем незаметные, тихонечко подчеркиваю нижний век, вот эту агрессивную стрелку, красная помада. Вот класс, тогда да. Помадка It's Collagen у нас с вами в артикуле 411-52. С вотча делала. Очень мягкий продукт. Уже в обзоре заказа вам рассказывала. Давайте красить. Плампер я уже не буду вам показывать. Новый с оттеночком просвотчила. И в Дзене девчонки у меня красили им губы. Кто хочет посмотреть, Эклисс и Ксюша, как выглядит на губах, переходите в Дзен. Так. Ой, нет, на губах у меня смотрится великолепно, слушайте. Нет такого сильно розового подтона. Пигментированное, смотрите, пигментированное. То есть карандаша не требует. Я так думаю. Сейчас посмотрим. На губы на мои не ориентируйтесь. У меня татуаж губ. И все равно у всех губки разного оттенка. Да и цветотип лица тоже влияет на то, как будет смотреться в итоге помада. Не могу сказать, что прям вот мой мой оттенок на неплохо. Можно подарить себе пару миллиметров. То есть она вполне себе хорошо ведет в этом плане. Очень такая нежненькая, очень увлажняющая, прям кремовая-кремовая. Надеюсь, растекаться не будет. Но не то, чтобы это сильно мой оттенок, не могу сказать, как бы, да. Но вот вам камера верно передает, насколько я вижу у себя. Совершенно верно. Но, опять же, ориентируйтесь на свотч. Кто свотча не видел, давайте вам на руке полосну. У нее все-таки розовый такой какой-то вот подтон. Мне хотелось более освежающего кораллового подтона. Мне показалось, что она будет такой. Но нет, не судьба. Ну вот и все. Мы с вами макияж сделали. Что еще вам рассказать по духам? Все, в принципе, в обзоре заказа рассказала. Интересный. Имеет место быть. Что-то сильно напоминает. Кто возьмет, напишите, что вам напоминают обязательно. Это Лааль. Новинка четвертого каталога. В четвертом каталоге будут духи масляные. Но они раскрываются, кстати. Вот эта резкость уходит. И они раскрываются, немножко меняется восприятие. Они становятся нежнее. Они становятся нежнее через какое-то время. И я их достаточно долго чувствую, если принюхиваются. Но, опять же, конечно, этот аромат не почувствует. Это духи масляные. Вот такой макияж у нас с вами получился. Пишите, как вам. Что понравилось, не понравилось. Я вам в конце дня покажу еще, конечно, как все продержалось. Это дело. Тени. Но тени, я думаю, с ними будет все отлично. Вот уже по текстуре понятно, что они должны лежать. Ну, а в метель, стрелка, не знаю, конечно, как себя поведет. Вот так. Ну что, девочки. Вечер я сходила в метель на улицу. Вообще, что хочу сказать. Тушь Miss Curl. Она просто выше всяких похвал. Я уже не первый день выхожу в метель. А с этой тушью на ресницах. Ничего. Шикардос. Все супер-пупер. Смотрим стрелку. Но на месте тени. Тоже. Не в складку, да, никуда не собрались. Все на месте. Вечер уже. Все отлично. Вот тут немножечко. Вижу как-то. Ну, у нас прям метель была. Аж скач. Посмотрите, макияж на месте. Стрелка на месте. То есть она схватывается. Видите? Она прям схватывается. Но ей просто реально нужно... О, палец, кстати, испачкался. Ну-ка, давайте попробуем. А пальцем вот растягивается. Ну, я, видимо, так хорошо еще стрелку поставила, что как бы... Она не заламливается практически. В общем, ничего не размазывалось. Вот ходили, гуляли. Причем часа два гуляли. Снег валил. Все нормально. Все отлично. На этом ролик буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ссылка для регистрации Фаберлик. Вы сами знаете, где. Там вот внизу в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова